Однажды молодой шашечный мастер пришел в администрацию города, чтобы выбить денег на очередную поездку на соревнования. Чиновник спрашивает молодого мастера, а что такое шашки? Это наука, спорт, искусство или бесцельное времяпрепровождение? Молодой мастер отвечает, когда играют такие люди, как гроссмейстер Юрий Королев, это наука. Когда играют такие, как я, это спорт. А когда играют такие люди, как Василий Соков, Зиновий Цирик, Борис Блиндер, это уже искусство. Ну, наконец, когда играют такие, как вы, это бесцельное времяпрепровождение. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать известную в узких шашечных кругах концовку мастера спорта СССР Анатолия Загуляева, которая доказывает, что шашки это в том числе и искусство. В данной позиции белые начинают и невероятно красиво побеждают своего соперника. Ну, сразу же видно, что позиция искусственная, непонятно как. Дамка черных очутилась на поле С1. Ставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Хочу сказать, что могу дать подсказку. Вначале попробуйте поломать голову хотя бы четверть часа. Если у вас ничего не получится, тогда слушайте подсказку. Ну и подсказка такая. Все-таки шашки это миниатюрное сражение, как и шахматы. Поэтому зачастую победить врага можно не только уничтожением его сил, но и пленением. Вот такая подсказка. Ну и, наконец, решение. Белые жертвуют шашку. ФЕ5. Черные бьют. И белые ставят дамку на поле Б8. У черных единственный ход. Надо играть ДЦ3. Видите, бесполезно жертвовать шашки. Отдавать БЦ3, потому что черным некуда бить. Ну, на Ц7 сразу же проигрывает. Приходится бить на Х2. Тогда играем ФЕ3. И, ну и как бы черные не били, все равно их дамка неминуемо гибнет. Поэтому это проигрыш. Но самое красивое заключается в следующем варианте. После постановки белыми дамки, если черные нападают ДЦ3, уже непонятно, как играть белым. Кажется, что здесь уже шансы на выигрыш у черных. Но это не так. Белые неожиданно пропускают черных дамки. Затем отдают еще две шашки. Обратите внимание, у черных уже целых три дамки. Затем белые неожиданно играют на поле Е5. Черные бьют. Щедро жертвуют свою дамку. Черные бьют. И делают тихий ход. АБ2. Ну и черным остается только сдаться. В заперти оказываются сразу же три дамки и три шашки. Вот такой неожиданный и красивый финал. Хочется закончить это видео словами известной балерины Майи Плесецкой. Она говорила всегда так. Я не завидую. Я восхищаюсь. Все-таки искусство это то, что заставляет нас именно восхищаться. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте Лукаса. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok